Геннадий Лобанов Путешествие во время Глава первая Странник и волк стояли на холме. Внизу расстелалась мрачная долина В густом сумраке, наполненном шипением, хлопками, Непонятным бормотанием голосов, Идущих неизвестно откуда. Багровое, садящееся солнце Не освещало долину, А создавало еще более мрачную картину. Надо спуститься вниз и осмотреть все, Сказал Странник. Нам надо найти остатки разрушенных башен. Они медленно начали спускаться по тропинке вниз. По выжженной траве проползали какие-то существа, Шипя и визжа. Внезапно перед ними возник клубок сцепившихся тварей, Порвущих друг друга на части. Вмешаться? Спросил волк. Нет, сказал Странник. Нам не нужно вмешиваться. Тут свои законы. Не люблю драк, сказал волк. Они продолжали спускаться дальше. В сумраке возникли три фигуры, Толкая друг друга и ожесточенно споря. Два мамы, черный и белый, спорили друг с другом. Между ними стоял человек, не понимая, что происходит вокруг. Странник взял ничего не понимающего субъекта, За руку, повернув к себе лицом, сказал. Видишь тропинку? Иди по ней наверх. Поднимешься, будешь в своем мире. Тебе рано знать то, что здесь происходит. А вы, уважаемые, не втягивайте непосвященных. Пойдем, сказал он волку, и они дынулись дальше. Из земли вырывались шары багрового цвета, шипя и лопаясь. Вокруг стоял запах тлена и непонятно чего. Они шли дальше. Среди редких чахах кустов попадались груды камней странной формы. Где-то здесь находятся остатки башни созидания. Интересно, сказал волк. А то расскажешь мне о ней. Да, ответил Странник. Обязательно. Как только найдем остатки, хоть одну из них.